Старт. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим. Я назвала свой класс, свой курс «Введение в Леникс, Юникс». Потому что на самом деле, если глубоко копнуть в Леникс, это такая глыба, такой айсберг, то, что мы с вами постараемся сделать за два занятия, это, конечно, времени очень мало. Может быть, мы попросим у Михаила и третьи, посмотрим, как у нас получится, как вам это пойдет, у вас. Но я хочу сказать, вот почему мы занимаемся как бы QA, не как бы, а QA, Qualic Assurance, тестированием приложений, софтверных приложений. И при этом мне даже здесь студенты он-сайт говорят, зачем нам какой-то Юникс, какой-то Леникс, мы тестируем с End User Position, с End User, с точки зрения конечного пользователя. Зачем нам ваш Леникс? Что, зачем вы нам даете знания и как их можно применить? Так вот, я хочу вам сказать, что я не знаю, как в России, в Украине, в других там странах бывшего СНГ, я не знаю, но здесь, когда ты имеешь в резюме просто слово Linux, а в придаче к этому еще и SQL или SQL, как говорят, то есть умеешь работать с датами, с датабейс, как это, с базами данных, то probability увеличивается, найти работу увеличивается как минимум на 20-30%. И причина в этом такова, что никому, практически никому не нужны тестировщики, которые умеют тестировать только с точки зрения конечного пользователя. Все самое интересное, все скрипты, все работы, все queries, все это behind the screen. Это позади сцены, это за сценой, и конечный юзер этого не видит. Это полный black box, когда вы тестируете с front end, чтобы немножечко войти внутрь, чтобы понять, что происходит, какие процессы двигаются внутри на application сервер, очень важно, абсолютно, очень важно понимать, что делается на сервер-сайт или на back-end. И когда мы тестируем back-end, что включает в себя тестирование баз данных и процессов, которые происходят на back-енде, это уже, во-первых, gray box testing, во-вторых, это end-to-end testing, в-третьих, это дает вам громадное удовлетворение, потому что мы от своей работы все-таки должны получать удовольствие. Мы проводим на рабочем месте большую половину нашей жизни, и мы должны быть счастливы на ней, мы должны получать удовольствие. И когда ты разбираешься и знаешь, что происходит позади, не то, что видишь вот здесь вот, а то, что происходит где-то там внутри, то, чего юзер не видит, пользователь не видит, это очень-очень важно. Я вам просто на секундочку хочу показать маленькую-маленькую схемку, как работает даже вот веб-аппликейшн, обычно, как это приложение веб, которое мы получаем через интернет. Маленькая-маленькая схема, чтобы вы поняли, почему это так важно. Вот то, что вы сейчас увидите на доске, на экране, я его увеличу, конечно, вот. Это маленькая, очень примитивная схема того, как работает приложение, вебное приложение, которое мы получаем через интернет. И я надеюсь, что вы видите это всё. И я могу даже сделать немножечко зум. Да. И вот что мы здесь видим, ребята? Значит, как мы видим, система приложения, это состоит как бы из двух частей. Клайн-сайд. Клайн-сайд – это как раз именно то, что видит конечный пользователь, юзер. И это то, что мы делаем как тестировщики, откуда мы тестируем аппликейшн на приложение с фронт-энд. Мы действительно повторяем, имитируем разные активити нашего конечного пользователя. Да, это может быть позитив, это может быть негатив тестинг, правильная информация, которую мы вводим в различные поля, или неверная информация, потому что очень важно негатив тестинг. Но на самом деле, вот это, если вы видите, я сейчас маусом показываю клиент-сайт, мы видим здесь браузер. Браузер, который живет на операционной системе. Это может быть любая операционная система, как вы видите. Браузер тоже может быть абсолютно разный. И все, что мы видим, это веб-аппликейшн. И какая технология там используется? HTML, сейчас HTML5, как вы знаете. JavaScript и разные всякие активити и вещи, которые делают наше приложение красивым, attractive, привлекают больше и больше пользователей. И это главная цель. Но, как видите, все, что здесь происходит, это действительно, то есть маленькая-маленькая надводная часть громадного айсберга. Потому что абсолютно все процессы, вся игра, вся прелесть происходит на аппликейшн-сайт, сервер-сайт. Часто это называют бэк-энд. Клайн-сайт – это фронт-энд. И сервер-сайт – это бэк-энд. Когда мы посылаем необходимые calls, get, post. У вас уже была лекция по поводу REST API. И вы понимаете, что происходит. Я надеюсь. И потом все процессы идут здесь. И вы можете мне поверить, можете не поверить. Но на самом деле все эти абсолютно мощные системы имеют операционную систему Unix или Linux. Почему я говорю Unix или Linux? Почему-то, я не знаю, мне трудно объяснить, но так случается, что некоторые даже очень опытные программисты. У нас был один интервьюер, который наших студентов интервьюировал на предмет интерншипа. И он потом дал свой отзыв. Мы всегда очень ценим, когда интервьюеры дают нам отзывы об интервью. Потому что это для нас, естественно, является ресурсом. Мы понимаем, где мы должны усилить немножечко, улучшить преподавание. И я с удивлением услышала, как он сказал, вы почему не обучаете здесь никого Linux? Все студенты, с которыми я говорил, знают только Unix. Ну, вы знаете, я была в шоке. В какой-то степени поняла, что, извините, интервьюеры тоже бывают, мягко говоря, не всегда умными людьми. Потому что невероятно странно и дико было слышать, что человек, который, в общем-то, имеет право интервьюировать других людей и набирать себе в компанию людей, специалистов, не знает, что Linux – это один из многочисленных вариантов Unix. То есть мы можем говорить Unix-like operating system, и Linux является одним из вариантов этого Unix. Потому что на самом деле Unix был интродюст в конце 60-х годов, и он был, вот, он был, это операционная система, которая была представлена в конце 60-х годов, как вы видите у меня в слайде даже в 69-м году. И с тех пор было сумасшедшее количество, очень много бесплатных и очень дорогих коммерческих видов, вариантов, или, как говорят, flavors, flavors of Unix. Это как HP Unix, BSD, Solaris Unix, в том числе и Linux. Но чем Linux хорош, чем Linux просто замечателен? Вы знаете, это то, что называется open source. Он абсолютно бесплатный. И очень часто есть вот такая вот технология, которая используется для того, чтобы писать, создавать вебные приложения. Она называется LAMP. Я пишу сейчас... Ой, почему-то по-русски здесь, извините. Я перейду на английский кейборд. Значит, вот, лэмп. Лэмп. Что это значит? Это значит, что вот аббревиация вот этих вот первых букв, Linux, Apache, MySQL или MySQL, вы слышите, и PHP, или в последнее время еще говорят Python, использование вот этой вот технологии позволяет быстро, дешево и прекрасно создавать надежные, robust, как говорится, вебные приложения. Все четыре ресурса здесь, Linux, Apache, MySQL и PHP, они, конечно же, open source, бесплатные. Вот, давайте опять вернемся к моей презентации и немножечко поговорим об этом. Какие же... Почему Linux? Ну вот почему? В чем дело? Что так привлекает людей в Unix и в Linux? Почему не Windows? Почему не Apple? Да потому что прекрасные свойства, которые имеет Unix и Linux в том числе, пока еще ни одна другая операционная система не имеет. Это самая мощная на данный момент операционная система. И вот какие у нее главные свойства. Те вещи, из-за которых она является абсолютно притягательной для всех и действительно может удовлетворить любые запросы, работать с сумасшедшей скоростью и так далее. Во-первых, как вы видите здесь, multi-user. Что это значит? Мы контактируем, достигаем рич машину, которая находится, сервер, которая находится абсолютно далеко. Вот как я здесь показала, на вот этой вот схеме, сервер-сайт. Никто, абсолютно никто из юзеров, из пользователей, нас не волнует, где находится этот сервер. Или в Чикаго, или в Москве, или в Харькове, или где-то в Минске. Нас это не колышет. Remote server. Remote. Мы имеем свой, все, что нам нужно, мы имеем свой браузер на своей какой-то операционной системе. И это может быть тот же Linux. Пожалуйста, Ubuntu Linux с хорошим юзер-интерфейсом. Или это может быть Apple или Windows любой марки. Нас не колышет, где находится. То есть, чтобы тестировать сервер-сайт, мы должны, естественно, connect, связаться с этим дистанционным сервером через терминал. Терминал. S-S-H. Secure Shell Terminal. И много-много пользователей может в одно и то же время, представляете, работать на одной и той же машине, и они не будут interact each other, друг с другом, они не будут мешать друг другу. Второе замечательное свойство – это multitasking. Множество задач разных программ, задач в одно и то же время может бежать одновременно на сервере, и опять-таки они могут не взаимодействовать друг с другом. Организация. Очень строгая иерархия в структуре всех файлов и директорий в Юниксе, в Лениксе. И в конце концов то, что мы называем портабилити, потому что операционная система Юникс и Леникс является прекрасным инструментом, прекрасным инструментом, который понимает и может работать, может быть, как говорится, компатибл с абсолютным множеством всяких инструментов, которые используют программисты. Development tools. Они могут и компайл, и дебаг, и делать абсолютно все вещи. И вот это вот та красота и та прелесть, почему мы используем Юникс и Леникс. Архитектура операционной системы Юникса и Леникса, наверное, очень близка к архитектуре любой другой операционной системы. И мы можем говорить о таких частях, как kernel, shell, команды, файлы и директории. И если я просто у нас не так много времени покажу вам одну из диаграмм, вы можете найти их множество, абсолютное множество. Это одна из них, которая как бы показывает архитектуру операционной системы Юникса или Леникса, любого flavor of Unix. Значит, естественно, это хардвер, любой хардвер, который, ну, металл, это и CPU, и всякие девайсы, и память. Это все. Вокруг идет kernel, который является сердцем, хаб, в общем-то, любой операционной системе, и это сердце Юникса. Это как мост между shell, где пользователи печатают свои команды, программы, и металлом. Это мост между ними. Kernel отвечает за security. Kernel отвечает за execution всех команд. Это одна из самых главных частей этой операционной системы, если мы можем сказать. Кроме того, есть shell. Shell – это вот тот самый secure shell, который мы получаем в терминале. Через несколько секунд я открою вам терминал, и мы будем, и покажу, как с ним работать. И что shell может делать? Во-первых, это в shell мы печатаем свои команды. Во-вторых, он переводит shell как бы translator, он интерпретирует команды, которые печатает пользователь, чтобы Kernel понял эти программы, эти команды. Каждый пользователь имеет собственный shell prompt. Он называется shell prompt, и мы его сейчас увидим опять через несколько мгновений. И, наконец, каждый пользователь может кастомизировать shell под себя, для себя. Может использовать alias, который он может прописать, какие-то правила, которые он может прописать, и кастомизировать для себя shell. Вот. И, в конце концов, есть еще и команды, application приложения, всякие команды и программы. И, кроме того, utilities. Utilities – это, например, как мы можем послать на print, или mail, или связаться с database. Database, вы видите DBMS, Database Management Services, или FTP, File Transfer Protocol, или другие вещи. Вот все вот эти utilities. Это главные части, главные части операционной системы Unix. Между прочим, очень многие задают вопрос, «Эй, Unix, Linux – это что, только обязательно команд-line, строчка командная, или нет?» Просто мне очень было бы интересно услышать, что вы думаете, имеет ли, имеет ли, имеет ли, имеет ли Linux User Interface? Как вы думаете? Имеет. Например, тот же Ubuntu Linux. Там прекрасно Гуи, но я вам скажу даже больше. Все люди, которые пользуются Apple. Вот так вот, Apple, абсолютно чистый, чистейший Unix. Чистейший Unix. И, как мы все знаем, один из самых лучших User Interface у Apple. Так что, ребята, вот, но мы все-таки поговорим о командной строке. Я работаю, сейчас нахожусь в офисе Михаила, и я работаю с его компьютера. Естественно, у него Windows. Unix у нас на компьютере нет. Поэтому я буду использовать симулятор. Есть очень много симуляторов Unix, Linux, терминала. Я буду использовать один из них, который называется Sigwin. Я сейчас напишу в скайпе, как он зовется. Секундочку. Сейчас я его открою, ребята. Да что ж такое. Так, вот он, Sigwin, которым я буду пользоваться. Это Secure Shell, но это действительно симулятор, имитатор настоящей системы Unix или Linux. То есть, его название я сейчас пропишу. Если вы просто хотите позаниматься для себя, это очень здорово. Это бесплатно. Вы можете его инсталлировать, и тогда вы сможете работать. Apple это чистый Unix. Ребята, я просто отвечаю, вижу, здесь идет какая-то переписка. Я отвечаю, это абсолютно чистый Unix. Даже сейчас, когда вы сидите с вашими, наверное, я надеюсь, с вашими компьютерами, лэптопами. Ребята, те, у которых есть Apple, кто сейчас сидит с MacBook или с каким-то маковским маковским лэптопом, пожалуйста, под Application просто напечатайте Terminal, и вы откроете Terminal. Terminal. Так как Mac OS X это чистый Unix, Terminal is built in. Почему сейчас больше и больше в компаниях, в офисах, даже у программистов используют Mac больше и больше и больше, несмотря на то, что он зачастую намного дороже Windows. причина очень простая, там очень много вещей уже built in, и ты не должен что-нибудь инсталлировать. Так вот, Terminal, если вы просто напечатаете Under Application в Application Folder Search Applications Terminal, вы получите Terminal, Unix-овский Terminal. И вот сейчас я его открылась, я хочу его немножечко zoom in, я не уверена, что вы сможете всё увидеть, поэтому я вот текст сделаю больше фонда, я так попробую фонда Select, и я попробую его сделать вот 14, я надеюсь, что это будет лучше, по крайней мере лучше немножечко, окей. Вот, значит, я сейчас в терминале, и вы видите, что Dollar Sign, Dollar Sign, это и есть вот этот вот Shell Prompt, которым Unix или Linux снабжает, предоставляет каждому пользователю. Вы видите, что курсор Blinking Here, это значит, что мы, когда мы видим вот этот Dollar Sign, это Linux, Unix Prompt, и курсор здесь мы можем начинать печатать любые команды, окей. Где мы сейчас находимся? По умолчанию, by default, когда мы sign in, log in в любой remote систему, используя терминал, по умолчанию мы приходим в Home Directory. Извините, дорогие мои, я тоже Windows User, и я тоже употребляю слово Folder, вот всякие папки, это Folders, да, но когда мы говорим о Linux, Unix, мы забываем слово Folder, потому что на самом деле это директория, directory, вот, и всё абсолютно в Unix и Linux идёт, организована, вся информация организована в файлы, файлы собраны в директории. By default, по умолчанию, мы приходим в нашу домашнюю Home Directory, да, вот я сейчас логин, и я по умолчанию нахожусь в Home Directory, так устроен Unix, Linux. Чтобы понять, я буду какие-то стараться приводить аналогии с Windows. Кроме того, я думаю, мне кажется, что даже если люди, которые сидят по ту сторону экрана, не все знают или знакомы с Unix, с Linux, может быть, многие из вас, я надеюсь, знают DOS, и поэтому тоже знакомы с командой, строкой, с командами. какой главный синтакс у Unix, Linux, особенности синтакса. То есть, во-первых, Unix, Linux, он case sensitive. Я не знаю, соранее говорю, я не знаю, как это сказать по-русски. То есть, если большие буквы и маленькие, в зависимости от того, как напечатана команда, реакция, ответ, результат будет абсолютно разный. Понимаете? Общий синтакс правила, структура команд Unix следующая. Мы печатаем название команды, команду. Мы печатаем, если нам нужно, option, если нужно, это optional, и если нужно, аргумент. В зависимости от вот этого второго знака, здесь option, результат даже с той же командой может быть абсолютно разный. То есть, например, я здесь в этом слайде привожу пример команды wc wordcount подсчет слов, и в зависимости от options она будет выдавать абсолютно разные результаты. То есть, если одна options будет w, мы посчитаем количество слов в файле. Если будет option c, мы посчитаем количество characters, знаков. Если будет l минус l, то мы посчитаем количество линий в файле. То есть, как вы видите отсюда, из этого примера, мы печатаем команду, потом обязательно знак минус или да, минус и option всегда через space. Мы обязательно сделаем пробел. Без пробела не поймет никто. И для того, чтобы эта команда выполнилась, мы обязательно должны нажать на enter key или ввод, я не знаю, по-русски, key enter на нашем кейборде. Дальше. Ребята, я здесь написала, что все Unix команды in Unix itself он case sensitive. То есть, если ты даже напишешь, например, я сейчас напишу в скайпе. Если мы допишем здесь название файла, которое называется my file или же my file или же my file как вы понимаете, Windows все и в Apple тоже все эти файлы будут это то же самое. Это один и тот же файл, потому что Windows не является кейс сенситив командой, операционной системой. В Linux и Unix они являются, вот как кто-то написал, чувствительный к региструм. Окей. Я согласна. Я не совсем понимаю, что это значит, но я с вами согласна ней. Вот. То есть абсолютно четко это было бы вот эти три названия в Linux и в Unix это три совершенно разных файла. Хорошо, ребята? Ну, давайте начнем понемножечку. Я не совсем уверена, что у всех есть Apple или есть Ubuntu Linux или еще какой-нибудь терминал. Вот. Я сейчас буду работать с Сигвином и я просто, если вы захотите заниматься, я абсолютно приветствую желание инсталлировать Сигвин или, может быть, вы можете найти какой-нибудь другой симулятор SSH. SSH. Опять-таки я напишу в Скайпе SSH, что значит Secure Shell. Вот какой-то симулятор Unix и было бы здорово, если бы вы попытались что-то сделать. Когда мы Windows хотим увидеть, из чего состоит контекст наших директорий фолдеров, мы просто дважды кликаем и видим всю эту картину Windows Explorer 3. Мы там видим все, файлы, директории, все абсолютно, что находится внутри. Ребята, в Unix это сделать в командной строке намного проще. Ты всего лишь пишешь команд LS for the list LS и ты должен нажать, конечно же, на key enter, return. В Unix он называется return. Иначе команда не выполнится. Видимо, у нас нетворк не очень быстрый. И как вы видите, о, ничего себе, а там ничего нет. Да ведь это и ожидаемый ответ. Мы ведь ничего не создали. Почему же мы должны что-нибудь увидеть? Логично? Абсолютно. Давайте попробуем что-либо создать. как мы можем создать файлы. К сожалению, у меня нету абсолютно большого времени, чтобы проводить и порассказывать аналогии с Windows и с DOS. То есть, мы будем работать так. Команда номер один. Мы создадим директорию. Мы создадим фолдер, то, что называется в Windows. Чтобы создать новую директорию, directory в Unix, Linux, мы используем команду mkdir, make directory, mkdir, и мы должны сдать название. То есть, я предлагаю, допустим, создать директорию с сегодняшней датой. сегодня у нас апрель, 04, и какое у нас число, по-моему, 10, и год 2017. Дорогие мои, если кто-то имеет возможность работать, сейчас вы можете создать директорию с любым названием. Для меня это просто удобно, и, конечно, чтобы эта команда выполнилась, я нажимаю на key, или как это, на кнопку enter, на моем кейборд. Окей. Давайте повторим команду ls, как вы видите, вот здесь она ничего нам не показала, и это было правильно, потому что у нас ничего не было. Давайте повторим эту команду опять. ls, увы, есть. Мы видим, мы видим 04, 10, 2017, 04, 10, 2017. 17, это название директории, которую мы создали. Но, о май год, как говорится, откуда я знаю, что это директория? Как мне проверить себя? Очень легко это видеть все в Windows. Мы видим, вот, фолдер, он даже имеет форму такой папочки, да, как мы привыкли. А здесь как это увидеть? Ребята, а здесь в Unix, в Linux, чтобы понять, что у нас обычный файл, а что у нас directory, директория, мы будем run, run, execute, ту же самую команду, ls, но теперь уже с определенной опцией. ls, как я и раньше говорила, по синтаксу, пробел, знак минус, и мы сделаем option, используем option l, l for long list, for long формат, и, естественно, нажмем на enter, и что мы видим? Мы видим намного большую, длиннее строку, чем мы видели изначально, когда мы просто run команда ls, мы видели только название, вот я highlight его, а вот теперь, когда мы добавили option l for long long формат, мы видим информации намного больше. Давайте-ка проанализируем, что мы видим. Справа налево, как бы проще сейчас понять, я буду highlight, название, 11.42, это наше время, здесь, это время, потом и выйдем апрель, 10, это date, дата, размер, естественно, мы только создали директорию, которая пустая, ноль, это группа, мы поговорим об этом позже, может быть, даже в следующий раз, и это владелец файла, так как я работаю на компьютере Михаила, то вы видите, что владелец, owner of the file, есть Михаил, дальше, я вот здесь вот highlight, вот эти вот 10 знаков, 9 знаков, начиная с R, мы будем разговаривать об этом позже, это файл permission или directory, и первый, первый знак, first character, мы видим D, буква D, буква D значит, что это директория, это значит, что это директория, давайте теперь, дорогие мои, создадим файл, файл, можно создать файл, и это кстати очень интересный вопрос на интервью, как можно в Unix, в Linux создать файл, есть очень много различных способов, самый простой, элементарный, есть такая команда touch, touch в переводе на русский дотронуться, тронуть, touch, когда мы пользуемся этой командой, если файл не существует, имя файла не существует, он создается, если файл уже или директория существует, то меняется время, таймфрейм, то, что называется, давайте попробуем, команд touch, и мы дадим название файла, touch файл one, у меня фантазия не очень сильно развита, я беру самые элементарные названия, и, конечно, press the return key, или enter key, что у нас теперь, чтобы увидеть, что у нас, контекст нашей директории домашней, мы run command ls, что у нас есть, мы видим два айтема, две инстанции, которые мы создали, вот одна из них, вот файл один, вторая, и опять-таки, чтобы понять, что из них файл, что из них директория, или фолдер в переводе на виндовский язык, мы run ту же команду, только уже с опцией l, for the long, как вы помните, и что мы видим, мы видим, что zero for ten two thousand seventeen, первый, первый карактор, первый знак d, буква d, что значит директория, и для файла один, который мы создали с помощью команды touch, мы видим прочерк, мы видим минус, знак минус показывает, что это просто файл, вот таким вот образом мы всегда можем понять в командной строке линии в Unix или Linux в любом flavor, any flavor of Unix Linux мы всегда можем понять файл или директория. Так как мы создали этот файл просто с командой touch, естественно, он тоже пустой, и вы видите, здесь ноль. Ребята, я хочу просто зайти в скайп на секундочку, скажите мне, пожалуйста, есть ли какие-то вопросы. By default, я не знаю, что это вы делаете, localhost login, я не знаю, о чем вы говорите. Ребята, а, вы спрашиваете о расширении. Отлично, отлично, вопрос очень хороший о расширении. Вы очень здорово подхватили, Егор. И вот, что я хочу сказать. Правильно, мы пользователи Windows, мы пользователи Apple, и нам, конечно же, очень важно, какое расширение имеет файл. Да, если это Word документ, офисный какой-то документ, или это обычный plain text, ASCII text, как в Notepad, TXT, или еще для Windows, мы обязательно должны прописать расширение, иначе операционная система не откроет файл. Она должна даже, не спрашивает, иногда я хочу открыть какой-нибудь файл с программы, которая у меня, например, не инсталлирована на компьютере, и мы всегда получаем ответ. Вопрос, а как ты хочешь открыть этот файл? С какой-то программой, которая уже существует у тебя на компьютере, или мы должны что-то новое инсталлировать? Ребята, в Linux это не надо. Linux, Unix абсолютно не интересует, что ты хочешь добавить. Я могу сейчас создать файл, и вы будете, может быть, даже вам будет смешно. Touch, какая-то абракадабра и так далее. И я его создам, я его создам, и абсолютно мою операционную систему Linux, Unix не волнует, чего я там пропишу. А знаете почему? Да потому что Linux и Unix не нужно прописывать никакие расширения. Это операционная система by default. Она знает по содержанию самого файла, что это за файл. Понимаете? По содержанию файла. Она знает, что, какой тип файла. Расширение не нужно. Я надеюсь, что я ответила на вопрос Егора, но это очень интересный вопрос, который задают на интервью. Как узнать, какой тип файла существует? а есть очень шикарная простая команда, которая так и называется файл. Какой я хочу понять? Я хочу понять, какой тип файла у меня. Вот это вот моя абракадабра, которую я создала, джей. И так как я, во-первых, ленивый печатать, ленивый человек по жизни, а во-вторых, так как я такое, то абракадабру очень трудно без ошибки повторить. Я используюсь неким маленьким прекрасным секретом, который мне дает терминал. Я написала первую вебетти, первую буковку, а теперь я нажму на таб, и мой прекрасный юникс напечатает это за меня. И когда я выполню эту команду, я сразу же пойму, ну-ка, ну-ну-ну-ну-ну, очень медленный нетворк. Он сейчас мне показывает, что, э, Жанна, мы не можем тебе сказать, какой тип файла у тебя, потому что файл пустой, empty. Вы видите, какая умная, великолепная программа, не программа, операционка, операционная система. Говорит, слушай, ты раньше напечатать, что ты там хочешь, может, у тебя там будет даже шикарный код, скрипт, shell script, а потом запусти мою команду файл, и название этого файла, чей тип ты хочешь определить, и тогда я тебе скажу, что там у нас получится. Хорошо, двигаемся вперед, ребята. Теперь я не хочу создать пустой файл. Я хочу создать файл, в котором что-то есть, пусть какая-то тоже ерунда, но тем не менее. Я не хочу, чтобы было вот такой вот ноль, как я имею, размер файла ноль. Как можно это создать? Во-первых, мы можем выполнить любую команду и использовать оператор, который называется Redirect, потому что все, что мы печатаем, все, что мы печатаем, это у нас стандартный output. А я могу, вот если я печатаю, опять-таки, кто может, там, видишь, команда, я, она все воспринимает как команда, команда не найдена. Все, что мы печатаем вот здесь вот в терминале или все, что мы пытаемся, результат команды, любой, которую мы выполняем, это стандартный output. А я могу иногда output этот перевести внутрь файла. Например, команда Echo. Команда Echo обычно просто сейчас выведет на терминал все, что я напишу в кавычках. Допустим, я напишу I like Linux. Ok. И выполню эту команду. Как вы видите, все, что сделала эта команда, она здесь вот прямо на терминале, эта команда Echo, она разрешает, просто ты пишешь ее, и результаты этой команды, вот то, что ты поставила внутри, оно выходит сюда. Но я могу перевести вот этот вот стандартный, вот то, что я хайлайтнула, эту строку, внутрь любого файла. Давайте-ка попробуем. Я опять напишу команд Echo, я повторю ту же команду. Кстати, если я опять-таки для ленивых людей, я пользуюсь стрелками Arrow, и если я нажимаю стрелку вверх, она повторяет предыдущую команду. И теперь я воспользуюсь оператором Redirect. И я хочу результат этой команды, результат этой команды просто будет выведена строчка I like Linux, а я хочу, чтобы она перешла внутрь файла, пустого на данный момент файл, файл 1. Давайте-ка, видите, теперь я уже не вижу этот текст здесь, потому что результат пошел внутрь, внутрь. И теперь, когда я run команду А, мой файл, мой дорогой файл, уже не пустой. В нем есть какой-то размерчик, как вы видите, файл 1. Да. Вот, есть еще замечательная команда, которую я действительно хочу с вами сегодня рассмотреть, потому что команда используется очень-очень часто и имеет очень много разных целей, выполняется для получения абсолютно разных результатов. Команда как бы смешная, название cat, как кошечка, cat. Команда cat. Команда cat позволяет видеть содержимое файла. Если я сейчас делаю cat файл 1, я увижу содержимое этого файла. Если бы еще содержимое этого файла, как раз та строка, которую мы сюда перевели, iLockLinux. Видите? То есть мы можем выполнить команду cat, которая позволяет прочитать содержимое файла. Но, кроме этого, с командой cat можно сделать еще много всяких вещей. Кстати, интересно, почему такое название странно? Обычно команды имеют какую-то причину для такого названия. Команда cat названа абсолютно не потому, что кто-то любит животных, особенно кошечек, а это сокращенное от слова cocotinate. Cocotinate. Concotinate это значит взять содержимое нескольких стрингов, нескольких файлов и соединить. Concotinate сокращенное будет cat. То есть команда cat имеет очень много разных значений. В том числе мы можем создать файл с командой cat. И сейчас мы это сделаем. Мы напишем команду cat. Мы используем оператор redirect. Именно пишем название файла. Допустим, я хочу создать файл с названием фрукты. Fruits. Fruits. Right? Enter. Вы видите теперь мой курсор, он прыгнул вниз. И мы уже не видим shell prompt. Мы не видим dollar sign. Почему? Потому что мы сейчас внутри процесса внутри команды cat. Что мы делаем? Мы пишем сейчас команду cat. Мы используем оператор redirect. И все, что мы сейчас напишем, пойдет внутрь файла фрукты. Fruits. Давайте попробуем написать какие-то фрукты, которые мы помним. Я не знаю, сейчас со спеллингом у меня будут проблемы, не судите строго. apple. Это я знаю точно. Дальше мы напишем какие-то что-то господи банана, помню точно. Есть у нас еще berry всякие, ягоды. Да, что у нас еще есть, виноград, который grape. О, боже, что мы еще имеем, уже забыла, забыла абсолютно. Blueberry, ежевика, да. Так и достаточно. Не хочу себя больше challenge. Для того, чтобы выйти из этого файла, как вы видите, я перешла на новую строку, и я сейчас нажму Ctrl-D, D как David, Ctrl-D, и я опять вижу Shell Prompt, я вижу Dollar Sign. Давайте посмотрим, что у нас есть, что я создала. Я напоминаю, что чтобы увидеть контекст или содержимое нашей директории, домашней директории, мы run команду LS, list, LS, у нас уже что-то есть, и мы видим это в alphabetical order, как это, в порядке правильном, ой, по алфавиту, вот, цифры всегда идут впереди, потом файл один, fruit тоже начинается с буквы F, но следующая буква после I, fruits, и потом вот это моя какая-то бракадабра, то, что я создала с командой Touch. Давайте-ка проверим еще раз, что у нас файлы, что у нас директория, мы уже знаем, чтобы это сделать, мы должны напечатать ту же команду LS, сделать пробел и добавить опцию L, long формат, и мы видим, что у 0410 2017 первый характер, первый знак, буква D, это значит, что это директория, и у трех остальных items, здесь у нас прочерк, вернее, минус, это значит, что все три файлы, и мы видим, что у нас fruits имеет какой-то размер, мы уже знаем, что с помощью команды cat мы можем увидеть содержимое контент файла самого, как это сделать, мы run команд cat, и название файла fruits, что мы видим, абсолютно только то, что мы и напечатали, то есть наша команда, наш файл fruits имеет вот таких вот пять строчек, вот каждая строчка имеет только одно слово, и мы теперь можем даже попробовать использовать ту команду, которую я вам показывала в самом начале, как образец синтакс for unix, то есть команда wc, что означает word count, с опцией w, и название файла, конечно, нужно, покажет нам количество слов в файле, давай-ка быстрее, пять, вы видите, пять, действительно, пять слов, трудно ошибиться, как говорится, та же самая команда, только с опцией l покажет нам количество линий, наверное, не самый лучший пример, потому что у нас количество линий соответствует количеству слов, в каждой линии всего одно слово, и если мы run the same command с опцией c от character и с тот же названием файла, она нам даст количество знаков, количество characters в этом файле, мы точно таким же образом можем создать любые файлы, я просто хочу теперь сделать маленький перерыв, чтобы все-таки рассказать, я уверена почему-то, что до сих пор, ну мне так кажется, у очень многих людей, которые сейчас вот, может быть, слушают меня, может быть, скучают, может быть, говорят, какого черта Жанна тут нам чего-то рассказывает, и мы не понимаем, как это применить, как это применить, я вот хочу сделать маленькое отступление, и все-таки попытаться ответить на вопрос, почему, вот вопрос, why do you need Unix, зачем тебе нужен Unix, вы знаете, я 22 года, серьезно, 22 года в Software Policy Assurance Field, работая вот в этой отрасли, поменяла, наверное, десяток компаний, и вы знаете, могу вам сказать, что теперь для меня этот вопрос как бы не существует, потому что ответ абсолютно простой, потому что я хочу быть хорошим тестировщиком, я действительно отвечаю, why do you need Linux, SQL, другие какие-то tools, мой ответ очень простой, because I want to be the good QA engineer, я хочу быть хорошим тестировщиком, я не хочу лимитировать себя только с front-end тестинг, и скажу вам честно, что последние 15 лет я работаю только на back-end тестинге, только, я пользую utilize, как они говорят, я использую знания Linux, SQL, Selenium и других tools, чтобы работать только на back-end, хотя Selenium, конечно, это automation tool, и это редко, плохо связано, мало связано с back-end, это на самом деле идет простая имитация всех activities с front-end, имитация всех activities конечного пользователя, вот, но почему, представьте себе ситуацию, 6 утра, мы еще спим, в 10 я прихожу в офис, и мне, мой customer support, человек, который принимает жалобы, тикеты от пользователей, немедленно уже послал смс-ку и открыл новый баг в баг-зиле или в джире или в другой системе, где написано, что, эй, в 6 утра наш Pacific Time, кто-то в Нью-Йорке, а 3 часа разница между нами и Нью-Йорком, да, не смогли открыть наше приложение, они не смогли открыть вместо нашей homepage, там, допустим, или еще что-то, они видят белую страницу, называют иногда WSOD, white screen of death, белая страница, что-то случилось, вероятнее всего, даже случилось с сервером, может быть, просто там, где стоит этот сервер, data center, не было электричества, может быть, был какой-то глюк на каких-то доли секунды, но факт остается фактом, кто-то не смог воспользоваться, использовать, работать, читать, whatever, с нашей программой, с нашим приложением, проблема, да, можно ли сейчас replicate, повторить эту проблему, reproduce, как говорится, нет, это случилось именно в 6 утра, а никак не в 10 утра, когда Жанна соизволила прийти в офис, или когда, в общем-то, рабочий день начинается у нас, как правило, в 10 утра, но, надо же понять, баг был, баг был reported, записан, и мы должны на него отреагировать, не для галочки, но очень важно на самом деле понять, что же это случилось, если это просто был какой-то односекундный глюк, как я говорю, вдруг что-то случилось с напряжением, или еще что-то, это одна проблема, наверное, мы будем ругаться с хозяевами дейта-сэндер, да, если же это что-то, кто-то пытался какую-то хакнуть нашу систему, или какой-то очень большой реквест послать, и наша дата, как это, база данных не выдержала, и умерла, или еще что-то, это надо инвестигировать, это надо проследить, что же это было, чтобы это не повторилось впредь. Один раз проблема случилась, это хорошо, ничего страшного, но, если она будет повторяться много и много раза, какого черта мы нужны, зачем мы нужны, мы должны предотвратить, мы должны, а как предотвратить, понять, что явилось причиной, и сделать соответствующие выводы, может быть, что-то усилить, хардвер, софтвер, улучшить, я не знаю, и может быть, это будут над этим биться DevOps, или программисты, моё дело маленькое, моё дело, я должна понять, что была за проблема, и описать эту проблему, но сейчас опять-таки я ничего не могу replicate, что же я должна сделать, я должна пойти в логфайл, я должна пойти в логфайл, который, вы знаете, находится вот здесь, на application сервер, я должна его открыть, найти, открыть, и не просто открыть, а найти именно те строчки, в которых в 6 часов утра или в 6, с минутами была запись о том, что произошло, и это моя обязанность, это моя обязанность, потому что я отвечаю за QA, за quality of our application, и наше приложение, это наше детище общее, и моё кредо, как QA инженера, является, что, сейчас постараюсь перевести на русский, сейчас, секунду, QA and developers are on the same board, we both care about quality, high quality of the end product, программисты и QA и тестировщики находятся в одной лодке, мы оба, оба партнера заботятся о том, чтобы доставить абсолютно качественный, высокого качества продукт, конечный продукт, нашему пользователю, и я должна помочь, это моя обязанность, если я не знаю Linux, и не умею манипулировать с файлами, не могу понять, где я нахожусь, не могу открыть файл и посмотреть его содержание, я не смогу это сделать, то есть, это вот уже как бы совершенно basic, элементарная причина, почему я должна хотя бы на начальном уровне понимать, как работает Linux, понимать, как увидеть содержание директорий, файлов, когда они были созданы, очень важно уметь их открыть, как мы открыли с командой Cat, или с любым другом, есть много способов увидеть содержание файлов, и мы с вами будем, я надеюсь, об этом говорить, я уже убедилась, что, конечно же, дорогие мои, двух занятий не хватит, по крайней мере, мне не хватит двух занятий, чтобы хотя бы принести то, что я как бы хотела, я не знаю, это зависит только от вас и от Михаила, может быть, вам это совсем и скучно, и грустно, и некому руку подать, и совершенно не нужно, это просто зависит от вашего фидбэка, мы будем думать, и Михаил будет принимать решение, не я, конечно, о том, нужно ли нам продолжать или нет. первый раз, когда я это делаю, извините, на русском языке, и первый раз, когда я пытаюсь вообще Unix объяснить, у вас нету, даже я, наверное, у многих у вас, из вас нету терминала, я вот что-то на пальцах пытаюсь рассказать. Да, Сергей, мы создали файл, и у него нету содержания, вы абсолютно правы, но этот файл уже имеет какие-то как бы правильно другой ваш, наш студент сказал, права, permissions, и вот эти вот буковки, значки R, W, или, как вы видите, здесь минус, и потом опять, этих значков на минуточку девять, и эти значки означают права каждого юзера, каждого владельца, или не владельца файла, любого человека, кто имеет доступ посмотреть эти файлы. Извините. Эти девять буковок нам как раз показывают, какие права у пользователя. Как я уже сказала, девять буковок. я хочу перейти на файл, который показывает все, что это вот структуру. Вот, ребята, вы сейчас видите этот слайд, команда ls space пробел минус l, l опять опция l for long формат. И опять первая буква d, прямо начинаем, type of file, если это минус, это просто файл, если буква d, то это директория. Остальные девять знаков, вот я их highlight, они показывают права пользователей. У Unix Linux есть три группы пользователей, три группы пользователей. владелец файла, или мы его называем owner, user, первых три, первых три знака, это права владельца файла. И, как правило, владелец файла имеет все права read, читать буква r, w писать, или edit, write, read, write, execute, то есть, если это файл, как скрипт, shell скрипт, SQL скрипт, какой-нибудь скрипт, который мы можем execute, как команду, как программу, то я могу его, естественно, execute. И буква x, она как раз обозначает execute, право execute. Вот я highlight первых три циферки после буквы D, которая показывает, что в данном случае это директория. Значит, by default, по умолчанию, владелец файла имеет все права на него читать, edit, менять, исправлять, что значит write, писать и execute. И если такого разрешения нет права, то мы видим минус. Например, для какого-то файла, который я имею здесь, я имею user, owner имеет право только читать и edit. Видимо, файл not executable, конечно, это zip файл расширения tar, это zip файл, так что execute там нечего, поэтому естественно будет прочерк, минус. Следующие три значка, я пойду на терминал и вот покажу первые три значка, первый знак, это показывает, что это файл, следующие три characters, символа, три символа, ура, я вспомнила слово, символ, следующие три символа показывают права, которые имеет владелец файла, как вы видите, файл one, я могу как владелец читать, читать это значит открыть, увидеть содержимое файла, я могу его модифицировать, как я хочу, вплоть до удаления, и так как это файл абсолютно не execute, это же не скрипт, мы просто там написали какой-то текст, на самом деле это текст файл, обычный текст, ASCII текст файл, так что там execute нечего, поэтому Linux достаточно умный, и он просто не прописал вот это разрешение, право. Следующие три символа показывают нам права группы, группы, название группы mkpath, кто-то сделал наш sysadmin, когда он мне создал вот это, инсталлировал segwin, почему-то он прописал такую группу, who cares, как говорится, какая разница, группа может быть любая, так вот, разрешение для группы, для пользователей, которые им принадлежат той же группе, что и я, разрешение всегда есть, read, открыть и посмотреть содержимое файла, и опять-таки, если бы этот файл был какой-нибудь скрипт, мы бы увидели здесь x, но по умолчанию никогда никто, кроме владельца файла, не будет иметь разрешение write, писать, модифицировать файл, только не твой файл, не лезь, только владелец файла имеет разрешение модифицировать edit the файл. То же самое принадлежит и к третьей группе пользователей. Третья группа пользователей это вообще все остальные, или как их называют other, world, целый мир, другой. У них тоже можно прописать их права. И опять по умолчанию все остальные пользователи группы и остального мира, world или other, они могут только читать файл. И если файл executable, то они наверняка могут увидеть там еще execute, имеют право execute. Вопрос напрашивается сам собой. Можно ли менять право разных групп пользователей? Естественно, можно. И мы даже будем это делать. И это очень важно, потому что если мне для каких-то целей тестирования нужно edit, внести какие-то изменения в файл, а файл не принадлежит мне, то естественно я прошу владельца файла Hey, Martin, please change the file permission. Измени, пожалуйста, права этого файла, чтобы я могла не только открыть его и увидеть содержимое, но чтобы я могла сделать изменение. Хорошо? Кстати, сейчас у нас есть несколько файлов, два файла, которые не пустые, и мы сейчас сможем run команду файл и увидеть, какой же тип этих файлов, потому что, как вы видите, мы не написали никакого расширения. Посмотрим, или Linux нам поможет в этом. Это, кстати, очень популярный вопрос на интервью. Как понять, как узнать, какой тип файла в Linux, зная, что сам Linux не требует никакого расширения. Файл fruits. Что-то я прицепилась к этим fruits. окей. И что же нам сейчас эта команда выдаст? Извините, что так медленно работает на файлу. Абсолютно четко. Вот тебе название файла fruits, и немедленно ASCII text. Это обычный, нормальный текст файл. То есть, типа, в notepad, который мы пишем. Хорошо? Вот то, что мы сегодня поняли. значит, я попыталась ответить, я думала, что я сделаю это позже, но так как я увидела вопрос в Skype, я, так сказать, отступила от моего плана, и директория execute не нужен. Ты не можешь запустить в директорию, но по умолчанию, опять-таки, Linux не знает, какие файлы ты положишь в эту директорию. Он не знает, Денис, или это будут файлы, которые будут, скрипты, которые можно будет execute, или это будут вот такие вот простые, абсолютно простые текстовые файлы, или какие-то еще, которые, конечно, невозможно execute никогда. Вот. Поэтому по умолчанию мы всегда даем, не мы, Linux, что-то я такое говорю, Linux всегда дает всем директориям, как ты видишь, как вы, извините, я натыкаю, как вы видите, owner, владелец файла, директории, имеет, конечно, read, write, execute, а они, потому что ты не знаешь, вдруг там будет внутри какой-то executable файл. Поэтому по умолчанию Linux настолько умен, что он дает по умолчанию вот такие вот права. Да, вы абсолютно правы, когда вы говорите, что ты не можешь execute директорию, это маразм. Вот. Дальше вопрос мы ответили. Дальше. Ребята, я вижу, что есть кто-то задает вопрос суда. Есть такая команда судов, что она значит? Super user doom. то есть я понимаю, что здесь Екатерина попыталась ответить на вопрос, что хей, если Жанна, user Жанна, пользователь Жанна, допустим, не имеет права edit какой-нибудь файл, потому что она не является его владельцем, то она просит владельца файла изменить право, чтобы я могла его edit. но есть, когда мы пользуемся правом super user, когда мы пользуемся правом super user. Ребята, допустим, речь идет о коде, о source code. Что такое source code? Это сотни, тысячи, десятка тысяч разных файлов, совершенно разных, и скриптов, и PHP, и Shell, и SQL, и HTML, и имиджи, и CSS, и JavaScript, о май гад, столько всяких разных файлов, тысячи и десятки тысяч. И, естественно, никакой владелец Екатерина, или Жанна, или Петя, или Вася, или Мартин, даже если эти файлы имеют для всех разрешения читать, писать, и execute, read, write, execute, естественно, никто обычному владельцу юзеру Жанна не даст разрешения копаться в них, потому что это source code, даже если я его deploy, как это, инсталирую на QA машине, да, нет, для этого, чтобы я работала с какими-то специальными, это для security, дай каждому юзеру, каждой Жанне, дай access, доступ к source code, кто ж такое делает, ребята, нет, я должна, мне должно быть прописано право, что я могу изменить, что владелец Жанна, в данном случае, допустим, владелец Михаил, как мы видим, вот это вот имя владельца, юзера, Михаил, что он может стать, имеет credentials, юзернейм и пасфорд суперюзера, и только суперюзер может теперь уже ковыряться, даже просто открыть и посмотреть содержимое, не говоря уже о том, что даже edit, файл, который как бы по разным причинам не хочет открываться обычному юзеру и не имеет права, security reasons, окей, поэтому я должна пропечатать команду sudo, суп, что значит суперюзер do, я должна провайд имя суперюзера, и я немедленно получу промпт, а какой же пасфорд он ты имеешь, и только после этого я смогу работать со специальными файлами или с файлами, которые по какой-то причине наши DevOps, люди, которые отвечают за сохранность, за security кода, потому что код, в конце концов, source code это то, чем владеет компания, это proprietary вещь, это собственность компании, которая может иногда стоить большие деньги, вот, то есть мы используем superuser do, команду sudo, чтобы на конверт обычного юзера в суперюзера, которому можно будет разрешить работать с различными файлами, я знаю, что вопросов сумасшедшее количество должно быть, я постараюсь, are you changing era? Sometimes I do not change the source code, может быть мне повезло, может быть мне повезло, потому что в нашей компании я не только тестировщик, я вообще директор of quality assurance, но кроме этого я еще и релиз инженер и build инженер, то есть я абсолютно четко имею access, доступ, доступ к source коду, но я не сумасшедшая, чтобы его зачем-то портить и мешать и так далее, иногда я чиню баги тоже, по крайней мере всякие мисс спеллинг или там HTML какие-то ошибки, я умею их чинить сама и чиню, поэтому да, я имею доступ к source коду и я могу его изменить, но конечно я не делаю эти глупости, потому что это может быть очень серьезно и очень большая опасность, лучше туда не лезть, даже для моей безопасности, лучше не лезть в такие дебри и в такие вещи, здоровее будешь, как говорится, но для для того, чтобы провести тестирование, очень часто надо суметь залезть в файл и сделать изменения, элементарный пример, у нас есть один из компонентов нашей нашего приложения, где работаю, есть такая возможность посылать и cards, и cards, то есть вместо того, чтобы послать открытку, поздравительную открытку, карточку по почте, по обычной почте, в почтовый ящик, сейчас очень популярно посылать интернетовские карточки, вы, наверное, это знаете, и это везде очень популярно, и на Yahoo, и на American Greetings, и у нас, на нашем приложении тоже есть такая, такая, как-то фичер, но тоже есть такой компонент, такой модуль, и там есть разные возможности, ты можешь отправить эту карточку немедленно, и твой человек, которому ты посылаешь, получит ее немедленно, или же я могу просто schedule to set up эту карточку сейчас, и сказать, вспомнила, допустим, что у моего приятеля, у моей подружки день рождения через две недели, и давайте я создам эту карточку сейчас, пока я не забыла, но я хочу, чтобы моя подружка получила ее через свой имейл, только через две недели, отличная, по-моему, это абсолютно отличная фичер, и мне она очень нравится, но как же это протестировать, конечно, я могу сидеть две недели и ждать, я могу set up и schedule эту карточку, а потом сидеть две недели и ждать, может быть, это будут последние две недели моего имплоймента, потому что это маразм, но протестировать надо, протестировать этот функционал надо, конечно же, как же я это делаю, во-первых, я сама не настолько умная, чтобы самой понять, как можно это ускорить и не ждать две недели, я разговариваю с программистами, и он мне говорит, что слушай, есть файл, скрипт, PHP скрипт, мы пользуемся на бэкенде, мы пользуемся языком PHP, вот, на бэкенде есть скрипт PHP, который как раз отвечает за то, чтобы мы посылали вот эти вот карточки в правильное время, и если ты пойдешь внутрь этого файла и найдешь строчку 186 и видоизменишь ее в таком-то, в таком-то нужном виде, то это будет выглядеть, что уже две недели там проставишь как бы правильную дату, изменишь, и это будет выглядеть, что две недели уже прошло, и ты сумеешь, и твой ресипент, ну, тот там имейл, уже получит твой имейл, как будто бы это было через две недели, то есть даже для этих вещей, даже для таких вот вещей нужно знать Linux, без этого ты никуда не делаешь, ты связываешь себе руки, и ты себя просто ограничиваешь какими-то, ну, почему-то мне кажется, что сейчас чистый blackbox тестинг, чистый, просто тестировать с end-user point of view, с конечного пользователя, с точки зрения конечного пользователя, это, конечно, не то, чего от нас ожидают, совершенно не то, чего от нас ожидают. Мои дорогие, я, конечно, могла бы говорить еще и еще и еще, но в час дня у меня начинаются классы здесь, он сайт, и мне надо чуть-чуть к нему подготовиться, поэтому я, наверное, наше занятие, может быть, даже прерву сегодня, и поговорю с Михаилом, и вы тоже, я не знаю, может быть, кому-то это интересно, может быть, многие из вас это все знают, но поверьте, что мне есть очень много о чем сказать, именно Ленингс, больше того, я уже рассказывала с самого начала о том, что вот абсолютно everyday activity, такая абсолютно регулярная фетиция у вас звучит очень серьезно, ребята, вот действительно, мне нужно практически каждый день залезть в лог-файл, найти то, что случилось в продакшен, то, что я не могу отследить сейчас, потому что это было ночью, потому что это было позавчера, потому что это было что-то, а мы пропустили, и только запись об этой проблеме существует вот в этом вот лог-файле, понимаете, поэтому мне нужно туда влезть, и если честно, я со своей работы даже притащила сюда к нам в школу лог-файл, который мы, не зная языка программирования ни одного, сумеем протестировать, ребята, мы сумеем его протестировать, и каждый из нас сможет, из нас, из вас, сможет написать в своем резюме, тестировал лог-файл в лениксе, представляете, как это здорово, и я, конечно, бы хотела это сделать, но время, время, я не могу начать с чего-то более high-level, потому что это получается все равно, как изучать сейчас мат-анализ, не зная таблицу умножения, опять-таки, я не знаю ваш уровень, наверняка многие из вас сейчас смеются надо мной, говорят, что-то она болтает дважды два, вот, а нам, может быть, нужны намного более серьезные вещи, но я действительно решила начать с осов, и из-за ваших вопросов даже прыгала с одного места на другое, а я проработала, продумала какой-то план, но поверьте, что мне пришлось немножечко перепрыгивать, вот, мне с вами очень интересно, и я практикую в русском языке, у меня английский, это не очень, вы сами слышите мой акцент, но просто я 23 года в Америке, и я не знаю терминологию, я разговариваю по-русски все время дома, и учу моих внуков говорить по-русски, только по-русски, и по-украински немножко, конечно, но терминологию я не знаю, поэтому я прыгаю, дякую, дякую, щиро дякую, я благодарю всех вас и мои дорогие, на сегодня я с вами прощаюсь, я вам желаю, вы спрашиваете про домашку, я увидела чей-то месседж, текст про домашку, ребята, во-первых, было бы очень интересно, если бы вы установили, установили у себя терминал, у кого нет, во-вторых, я сейчас пропишу домашку здесь, я буду писать по-английски, ребята, я не умею, у меня кейборда русского нет, sorry for that, create файл, new file with the name vegetables, мы уже создали фрукты, а теперь vegetables using cat command, это будет выглядеть как, cat redirect vegetables, right, это вот так вот будет выглядеть, и вы пропишите whatever vegetables you know, это будет вот просто повторить, используйте команду touch, эхо, ls, ls минус l, кроме того, мои дорогие, как узнать, где я нахожусь, о май гаш, ну где-то я, а я вам тут вещала с самого начала, чтобы по умолчанию, как только мы логин, мы попадаем в нашу домашнюю директорию, home directory, так вот, команда пи дабл ю ди, которую вы будете пользовать бесконечно, чтобы не заблудиться, чтобы в любой момент знать, где вы находитесь, эта команда расшифровывается как print working directory, иногда говорят present working directory, но на самом деле print working directory, давайте-ка мы ее, клик, и мы видим absolute pass от root, which is the top, видите, я даже не успела с вами сегодня поговорить, о root директории, forward slash, это символ root директории, нет ничего за ней, это самый верх, все остальное, я вам говорила, что одно из свойств, главных свойств Unix, Linux, это иерархия, очень сильная и строгая иерархия, так вот, ничего нет, самый верхний уровень, это root, потом home, а потом каждый пользователь имеет свою home директорию, и как бы ты не вошел в свой терминал, ты всегда попадаешь в свою, к себе домой, в свой home директории, вот, то есть команда PWD не позволяет вам заблудиться, вы можете зайти в любые дебри, и о май гад, что делать, а ничего, ты ран команду PWD и вернись-ка ты к себе домой, а вернуться к себе домой, ты можешь, когда ты ран команду, CD, change директории, и никакого аргумента команда CD без всяких options и без всяких аргументов всегда приведет тебя домой. Все, ребята, на сегодня все, я не знаю, у вас ночь или утро, наверное, вечер, я вам желаю спокойной ночи, самого хорошего, теплого вечера, мне было с вами хорошо, всего доброго, пока!